Еда может быть вкусной, полезной, изысканной, а может быть смертельно опасной. Но несмотря на то, что некоторые блюда могут представлять потенциальную угрозу для жизни, менее популярными они не становятся, а даже наоборот. Дело в том, что тело фугу в буквальном смысле пропитано смертельным ядом – тетродотоксином. В одной рыбке, которая легко умещается на ладони, его будет достаточно, чтобы отравить 30-40 человек. Тетродотоксин в 10 раз токсичнее знаменитого яда кураре и в 400 раз, чем стрихнин. Яд быстро парализует мышцы и приводит к остановке дыхания. Спасти отравившегося можно только в случае, если немедленно доставить его к аппарату искусственной поддержки дыхания и кровообращения. Эффективного противоядия от тетродотоксина пока нет. Японская рыба фугу таит смертельную угрозу и может быть приготовлена только лицензированными поварами. Если допустить малейшую оплошность в приготовлении, то гурман поплатится не просто своим хорошим самочувствием и здоровьем, но даже жизнью. Так почему же ядовитая рыба из Японии, несмотря на все риски, столь популярна? Фугу – японская рыба, считающаяся самой опасной пищей в мире. Она представляет такую большую угрозу, что в XVI веке ее приготовление было запрещено. Все изменилось, когда первый премьер-министр Японии попробовал это удивительное блюдо в ресторане. После этой дегустации фугу разрешили вернуться в традиционные японские рестораны, но готовить опасный деликатес могут только лицензированные повара, получившие специальный допуск. Так в чем же секрет приготовления и настолько ли опасен яд фугу? Этот иглобрюхий ежик накапливает в своем организме нейротоксин, который крайне опасен для всего живого на планете. Чтобы получить разрешение готовить смертельно опасный деликатес, японские повара три года обучаются в специальной кулинарной школе, изучают все тонкости разделки фугу. Потом под строгим контролем сдают экзамен, и только после этого могут быть допущены к приготовлению блюда. Естественно, выучить за день или даже месяц секрет правильной разделки самой дорогой рыбы в мире невозможно. Даже далеко не все повара, которые тратят годы на обучение, получают заветный сертификат, что является своего рода пропуском в мир наивысшего кулинарного мастерства. Чтобы примерно понимать, как все происходит на практике, выделим несколько основных этапов разделки. Подготавливается рабочая зона, отсекается голова и плавники, брюшко разрезается по специальным линиям, извлекается мешочек с концентрированным ядом. Токсины в этом мешочке настолько сильные, что он помещается в особый герметический бокс для утилизации. Аккуратно отделяется филе, промывается под проточной водой. Эта самая ядовитая рыба в мире не имеет чешуи, вместо нее кожа с ядовитыми шипами. Поэтому при разделке даже профи должны быть предельно аккуратными. Ученые не смогли обойти стороной столь необыкновенного представителя морских обитателей. И результаты исследований были просто поразительными. Как оказалось, яд в организме рыбы не вырабатывается. Ядовитые вещества синтезируются из-за ее рациона. Рыба ядовитой становится не с рождения. Вырастая, она поедает ядовитые простые организмы и некоторых ядовитых морских обитателей. Интересен тот факт, что повара во время приготовления фугу оставляют мизерное количество яда в мясе. Это дает весьма интересный эффект. Губы начинают покалывать, и появляется ощущение, которое чем-то схоже с опьянением. Это придает блюду особой пикантности. Если прикоснуться голой рукой к внутренностям рыбы, то погибнуть можно почти сразу. Поэтому труд тех поваров, которые умеют готовить фугу, в Японии отлично оплачивается. Разумеется, человек, который решился попробовать это смертельно опасное блюдо, должен понимать, что его жизнь полностью зависит от мастерства специалиста, который его будет готовить. И все же смертельный риск не останавливает любителей острых ощущений, и рыба фугу по-прежнему очень популярна. Большое спасибо за просмотр!